Время новостей на 5 канале В начале об основных темах сегодняшнего выпуска Новый отопительный сезон под угрозой срыва Предприятие «Генерация Т» уже третий месяц не выплачивает сотрудникам зарплату Угля для запуска котлов нет, а оборудование и цеха, возможно, не выдержат предстоящих морозов из-за крайней ветхости Проблемы спорта в Канске Эту тему обсудили на встрече общественность Канска с советником губернатора по физической культуре и спорту Дмитрием Медяшвили В этот период для ребенка очень важно ощущение собственной успешности Ребенка нужно хвалить, причем хвалить не просто говорить ему «ты молодец», а необходимо замечать какие-то конкретные его шаги, действия, поступки Первые школьные уроки Как проходит адаптация первоклассников И на что стоит обратить внимание родителям в этот сложный для детей период И теперь обо всем подробнее Жители района БХЗ рискуют остаться без тепла Сотрудники предприятия «Генерация Т», более известного горожанам как ТЭЦ БХЗ, уже третий месяц не получают зарплату На предприятии повторяется ситуация прошлого года Тогда работники смогли получить положенные им деньги, только подключив прокуратуру Продолжение темы далее Средняя зарплата у работников предприятия в летний период – с 7 до 9 тысяч рублей Это ниже прожиточного минимума Но даже такие деньги руководство предприятия не платит Последняя заработная плата была за июнь За июнь зарплату мы не получили Мы думали, может, аванс дадут? Не аванс, не зарплаты, ничего Как детей в школу собирать, мы не знаем Приехать не на что У нас есть люди, которые приезжают на велосипедах Писал заявление, что я не могу проехать на проезд, денег нет И на продукты питания Они говорят, а почему нельзя подать заявление заранее? Я говорю, как, ну три дня я отработал, прихожу и денег никаких нет Мне в кармане не зазвенит же, если просто буду сидеть Однако не только за себя и свои семьи переживают работники ТЭЦ Озабочены они судьбой всего поселка Ведь предприятие не готово к новому отопительному сезону До его начала остаются считанные дни Но даже уголь для запуска котлов еще не начали подвозить Из семи котлов два котла у нас в данный момент Можем мы нынче еще запуститься? Может быть, запустимся, если сможем запустить Из-за износа самого оборудования Покупать ничего не покупается То есть ни запорной арматуры, ничего Котлы высокого давления Если сейчас запускаться И пойдет дождь в том цехе, где я работаю И у нас, говорит, там тащится У нас там море Вот просто море Крыши практически нет Крыши на угольном практически нет Зонтиком стоять можно Работать зонтиком? У нас здесь в поселке На ура запускают два дома Высотных, да? Наших мощностей вряд ли хватит На отопление нашего поселка Сейчас, значит, на ура запускаются два дома И что? Чем мы будем топить? У нас нет ни грамма угля На рабочем месте ни генерального, ни исполнительного директора не оказалось Собственник предприятия не брал трубку из своего сотового телефона Заявление от работников предприятия находится на рассмотрении в прокуратуре До конца недели там пообещали подготовить ответ на коллективное письмо Мы будем следить за ситуацией с выплатой заработной платы Ольга Ванеева, Александр Минеев, телекомпания Канск, 5 канал И к другим темам Отсутствие должного внимания к спорту, мизерное финансирование, дефицит кадров Эти и другие проблемы общественность Канск обсудила накануне с советником губернатора по физической культуре и спорту Дмитрия Мендиашвили Заслуженный тренер выслушал все предложения и пообещал оказать содействие в решении самых наболевших вопросов Дмитрий Мендиашвили личность без преувеличения легендарная Он воспитал сотни прославленных борцов А сейчас ведет общественную работу по развитию отрасли и популяризации физкультуры и спорта в крае На встрече со спортсменами, тренерами и общественниками Канска он констатировал В городе ситуация не улучшается годами Я уже в последнее время в третий раз приезжаю Мы разговаривали, но дело не двигается вперед Хочу, чтобы, конечно, все это дело решалось Я не сомневаюсь, что можно воспользоваться и в университете 19-го года Финансы отпускаются в краю Спортсмены и тренеры наперебой рассказывали именитому гостю о своих проблемах Представителей разных видов спорта объединяет общая боль Буквальное игнорирование со стороны местных властей Здесь много спортсменов, кто сидит Мы сами добивались всего У нас никогда не было денег на поездки Мы всегда деньги искали у спонсоров, у родителей Да, а что говорить? У нас было так, у нас даже формы не было Мы ехали на соревнования и забыли, что в боку везли в зал, чтобы вы кого-то одете Или кимоно Оно было, есть, так сейчас Не хотят у нас Каннский спорт развивать Мы придем к нашей главе в город И на спорт вообще никак И что? Здесь спорт существует не благодаря, а во-первых Мы не благодаря там федеральным программам их нет Не благодаря нашим внутренним везерам нет Не благодаря нашим внутренним управленцам, которые иногда ставят палки в колеса такие, что тренер увольняется со спортивной школы Дмитрий Георгиевич согласился с доводом и Каннской спортивной элиты Наш город, вернее его руководство, на фоне других территорий края выглядит бледно и безинициативно Меня закидали письмом главы городов и районов Закидали письмом, но сказка никогда ничего не было Понимаете, что я? И не случайного результата, где мы построили Ачинский глава города Ну, каждую неделю, что мы разговариваем Проблемы с медицинским обследованием спортсменов С тренировочными базами, с привлечением свежих кадров И, как вершина айсберга, отсутствие квалифицированного руководителя в отделе спорта Все это, по словам тренеров и педагогов, ведет к краху отрасли Тогда как развитие физкультуры и спорта – задача, обозначенная на федеральном уровне Столько времени у нас нет руководителя, главы по спорту в городе Мы говорим о таких программах, о таких вещах, как мастер спорта международного класса занимается на балконе Мы хотим в каждом дворе поставить спортивный комплекс, быстровозводимый Кто его предсодержает? Артур Амарович, всего одного на город не хватит В большинстве случаев спортсмены решают свои проблемы благодаря меценатам и спонсорам Но бесконечно так продолжаться не может Менять ситуацию нужно сообща, силами самих спортсменов, общественности и власти Мы понимаем, что на местных уровнях очень многие вопросы не решаются Решаются частным образом, частным бизнесменам, партнерам Частно государственным образом Поэтому мы сегодня и хотим, чтобы поддержка была из края Поэтому сегодня собрались понимать, чтобы донести до края И поддержать оттуда город Канск спортсменам в городе Канске Дмитрий Мендиашвили пообещал всестороннее содействие в решении проблем канского спорта Который воспитывает и достойных атлетов, и просто сильные личности По итогам встречи решено собрать воедино все вопросы и предложения В числе которых строительство новых спортобъектов И направить их письменно в адрес и местной администрации, и краевых властей Разговор получился эмоциональный И в то же время продуктивный Было принято решение, что будут составляться документы Чтобы у нас в городе Канске открывался спортивный комплекс единоборств Это самое главное, самое важное Все эти предложения, они должны найти хорошее продолжение Со стороны органов власти, властных структур Именно с этой целью в том числе я попросил Дмитрия Георгиевича Мендиашвили Приехать в город Канск, встретиться с спортивной общественностью, донести свои взгляды, свое мнение Объединить наши усилия по направленности в данном случае, в рамках сегодняшнего разговора На спортивную составляющую, на оздоровление нации Наталья Никонова, Михаил Колотушкин, Вячеслав Морозов Новости Отборочный этап конкурса благоустройства в каждый двор завершается Прием заявок остановлен И в ближайшие дни жюри приступит к определению победителей А сегодня мы представляем очередного претендента на звание худшего двора в городе Свою территорию нам показали жильцы дома номер 53 по улице Некрасова Очередной плохой двор, но все те же проблемы Жильцы 53-го дома по улице Некрасова, как и большинство участников конкурса благоустройства в каждый двор Жалуются на плохую дорогу, старую, неэстетичную и небезопасную детскую площадку И отсутствие должного внимания от властей и управляющей компании В этом дворе выросла я Сейчас уже живет здесь моя дочка с внучкой Но по большому счету здесь ничего не меняется Дом в запущенном состоянии Управляющая компания ничего не делает Площадка детская в удручающем состоянии Все заросло Качели старые, я не знаю какого года С маленькими ребятишками выйти некуда Все ходят в соседний двор У нас в основном здесь только машины Асфальт, можно ноги сломать На асфальте выбоенные ямы, по которым даже пройти непросто Людям негде укрыться от солнца или дождя Во дворе через всю детскую площадку проезжают машины Создавая опасную для детей и взрослых обстановку Дому уже больше сорока лет С момента его сдачи состояние двора только ухудшалось Ничего не делалось, чтобы его благоустроить Даже полисадники у подъездов тут установлены выборочно Старые качели уже вросли в землю Детям приходится либо довольствоваться малым Либо ходить на площадку в соседние дворы На придомовой территории образовались большие лужи А на сухих островках, где могли бы гулять дети Нерадивые жильцы организуют парковочные места Площадку, для детей ведь нету площадки Вот машины, когда загородят площадку Тогда машину уже не будут ставить А так, что им не ставить, свободное место Люди опасаются, что машин в их дворе станет еще больше Когда неподалеку откроется новый магазин И придомовая территория станет буквально проезжей частью Жильцы этого дома не понимают, почему регулярно оплачивая жилищную услугу Они не могут получить достойного обслуживания Участвуя в нашем конкурсе, они надеются, что ситуация все же изменится в лучшую сторону После короткой рекламы мы расскажем о том, как проходит адаптация первоклассников к школьной жизни О прошедшем турнире по футболу на призы ТРК «Порт Артур» Как и где пройти диагностику организма на новейшем томографе А также вы узнаете, какой будет погода в Канске на этой неделе Не переключайтесь Юбилей любимого города посвящается Финал первого фестиваля детско-юношеского творчества «Территория талантов» 11 сентября с 15 часов на территории нового отдыха Канны Десятки участников будут бороться за победу в специальных номинациях Приходи на территорию талантов Поддержи достойных Специальный гость проекта Фееричная Красноярская группа «Рокфеллерс» Организаторы конкурса Телекомпания «Канск Катэканал» Территория нового отдыха Канны Общественная молодежная организация «Фурок» Партнер проекта «Мастерская праздник дизайн» Каждому торжеству свое настроение Телефон 2-22-10 Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей Вправе получить в соответствующей территориальной, либо участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение И принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования 18 сентября Единый день голосования Полезная газета «Пятый канал» Новости, аналитика, интервью Самая полная база вакансий Каннска и Каннского района Автообъявления и другая актуальная информация Читайте полезную газету, издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами Только в языковом центре «Элефант» английский с трех лет Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ Китайский для подростков и взрослых Звоните 250-39-60 Новости, аналитика, интервью Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск Начался новый учебный год Для 1200 первоклассников это новый период в жизни, в котором они смогут столкнуться с некоторыми трудностями Психологи обращают внимание родителей на правила, благодаря соблюдению которых ребенок быстрее адаптируется к школьной жизни Татьяна Лисогор продолжит тему Адаптация достаточно сложный период в жизни любого человека, особенно первоклассника После детского сада ребятам бывает трудно привыкнуть к новому распорядку дня, новым людям и новым обязанностям Чтобы с первых дней учеба не стала в тягость, преподаватели уделяют особое внимание созданию благоприятных условий Сейчас идет организационный период в обучении Ребята пришли подготовленными, особых трудностей пока нет На первых этапах самой основной задачей является сплочение детского коллектива, создание условий для ребенка, для успешной его учебы Такие же условия нужно создавать и дома Родители должны быть готовы к тому, что у первоклассника не сразу будет все получаться Ни в коем случае нельзя его ругать или сравнивать с другими детьми В этот период для ребенка очень важно ощущение собственной успешности Ребенка нужно хвалить, но причем хвалить не просто говорить ему «ты молодец», а необходимо замечать какие-то конкретные его шаги, действия, поступки То есть, например, если ребенок написал какую-то буковку очень-очень красиво, необходимо ему сказать «посмотри, какой ты молодец», как у тебя красиво получилась буква Кому-то из первоклассник понадобится от недели до нескольких месяцев, чтобы адаптироваться А кому-то хватит и считанных дней, чтобы заявить, что в школе ему нравится больше, чем в детском саду Потому что тут есть друзья и перемены Не стоит отправлять ребенка одновременно в первый класс и в какую-то секцию или кружок, отмечают специалисты Это может вызвать переутомление Первоклассник должен иметь больше свободного времени на отдых и прогулки Конечно же, ему необходимо обязательно после школы отдохнуть Он должен пообедать, если есть возможность, может поспать, чем-то отречься Потом можно с ним сесть и позаниматься Но не более одного часа и начинать лучше, конечно, с письма И необходимо чередовать письменные и устные занятия Необходимо больше общаться с ребенком, расспрашивать, что нового он узнал Чтобы первоклассник понимал, что именно за знаниями он ходит в школу Татьяна Лисогор, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал Новости спорта В минувшее воскресенье на поле стадиона «Спартак» состоялся турнир по меню-футболу На призы торгово-развлекательного комплекса «Порт Артур» В соревнованиях приняли участие как дворовые команды, так и представители известных в нашем городе футбольных объединений За ходом соревнований следил Евгений Гамзюков Это уже второй турнир по меню-футболу на призы торгово-развлекательного комплекса «Порт Артур» Первый прошел в мае в селе Филимонова и в нем приняли участие 11 команд В этот раз побороться за главный приз заявились 17 команд из Красноярска, Каннска и других восточных территорий края Помимо увеличения количества участников, организаторы турнира отмечают, что также изменился и качественный состав игроков Однозначно команды подъехали более сильные, я вижу более того много новых команд, районных команд Также появились достойные команды из Каннска Поприветствовать игроков перед началом турнира приехали представители законодательной власти города и края А также заслуженный тренер России, советник губернатора Красноярского края по физической культуре и спорту Дмитрий Миндиашвили Я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья Посерьезной заниматься физкультурой и спортом Быть хорошими, грамотными людьми Быть полезными нашему государству, вашей родине Я желаю вам самого доброго Спасибо вашим родителям, что они вам создают условия, что вы занимаетесь спортом Передавайте им всем большой привет Под гимн России спортсмены и все присутствовавшие поравнялись на триколор И только после этого был объявлен старт турниру В соревнованиях приняли участие команды разных уровней От дворовых, непрофессиональных, до именитых и имеющих на своем счету не одну победу в футбольных турнирах Всем хочется победы, но для меня участие поважнее Все-таки здесь команды поопытнее Некоторые тут профессиональные клубы сборной Каннска И хотелось бы опыта понабраться А можешь каких-то, скажем так, выделить более сильные команды Ну вот в нашей группе «Русское дело» Тут «Полярис» хорошая команда Ну в общем-то все сильные Все соперники, надо всех уважать В финал турнира вышли 4 команды Каннские «Русское дело», «Порт Артур», «Металист» И команда из Красноярска «Красстройгрупп» За первое место вели борьбу «Порт Артур» и «Русское дело» В итоге первыми стали игроки команды «Порт Артур» Уверенно одолевшие соперников со счетом 6-3 Третий стала команда «Металист», вырвав призовое место у красноярцев со счетом 3-2 Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал Наступившая рабочая неделя в Канске будет теплой и практически без осадков Синоптики прогнозируют небольшой дождь лишь в четверг По данным гидрометцентра, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до 7 градусов тепла Днем станет значительно теплее, до плюс 21 В среду существенных изменений не ожидается до 22 градусов тепла Ночью в четверг синоптики обещают небольшой дождь и плюс 10 градусов Днем – 21-22 градуса В ночь на пятницу в Канске ожидается также плюс 10, а днем – до 23 По предварительному прогнозу, выходные будут солнечными и без дождей Ночная температура в эти дни будет достигать 13 градусов тепла Дневная – 24 Далее рубрика «Полезно знать» и подробный прогноз погоды на вторник А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65 А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info Не забывайте, заходите на наши страницы в социальных сетях С вами была Ольга Ванеева Всего доброго и до встречи Если вас беспокоит головная боль, головокружение, шум в ушах, боль в спине, суставах и внутренних органах Данный метод диагностики ответит на все ваши вопросы Особенно эффективна МРТ-мография при поиске онкологии на разных стадиях развития Магнитно-резонансная томография – один из ведущих методов диагностики заболевания нервной системы Опорно-двигательного аппарата, а также желудочно-кишечного тракта Неврологи и нейрохирурги часто прибегают к помощи МРТ, чтобы установить диагноз, решить вопросы необходимости хирургического вмешательства, контролировать эффективность лечения Метод абсолютно безопасен Благодаря высокой точности и надежности МРТ позволяет выявить дегенеративные процессы или новообразование на ранней стадии Сама процедура абсолютно безболезненна Томограф Красноярской клиники Бекей Медика выполняет полный спектр услуг Томография головного мозга и сосудов, позвоночника и суставов, органов брюшной полости, малого таза, почек и надпочечников Все исследования выполняются опытными специалистами, врачами высшей категории и кандидатами медицинских наук на новейшем высокопольном томографе экспертного уровня мощностью полтора Тесла МРТ в Каннске будет работать с 12 сентября на базе инфекционной больницы по адресу улица Муромская, 6А Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Татьяна Лисогор В России на 6 сентября не приходится никаких официальных праздников А вот наши соседи по планете находят разные и порой весьма нетривиальные поводы, чтобы от души повеселиться Например, в США в первый вторник осени отмечают национальный день кофейного мороженого и национальный день чтения книги В Канаде на 6 сентября приходится день бабушек и дедушек, а в Австралии и Новой Зеландии день отца 6 сентября солнечно, ветер восточный 3-4 метра в секунду Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба Температура ночью плюс 8, плюс 12, днем плюс 17, плюс 21 Желаю вам отличного настроения в любую погоду и всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин